Того тенниса, который она демонстрирует, вот кто-нибудь когда-нибудь потом увидит результат и скажет, о, Шарапова выиграла 6-2 и вполне возможно 6-1, потому что сейчас она ведет 5-1. То есть борьбы не было. А на самом деле Мирза, мы о ней говорили, может быть, даже и не меньше, чем о Маше Шараповой. Мирза играла очень хороший теннис и предлагала, в общем, соперничество почти достойное. Но даже на этом фоне Маша Шарапова была намного сильнее. Это говорит о том хорошем теннисе, которым она сегодня обладает. Во всяком случае, она уже очень хорошо чувствует и тот момент, когда важно выиграть очко, нельзя проиграть. И тот момент, когда нужно выиграть гейм, нельзя проиграть. Она этот момент уже чувствует, в общем-то, это как раз складывается в победу. Ну, а потом мне все-таки кажется, что вот игра Мирзы, и ей, конечно, на руку, потому что вот... Огромное количество ошибок, да? Ну, не только огромное количество, а вот когда так сильно бьют, она просто прям как охотник рвется к этим мячам. Потому что это для нее наслаждение. Ну, во всяком случае, Мирза поиграл неплохо. Она, мне кажется, в общем-то, не ставила свою задачу, задачу выиграть. Мне так кажется. Она просто решила попробовать. И для первого раза она, мне кажется, не так и плохо сыграла. Я тоже уже говорю, как бы уже в прошедшем времени, потому что, мне кажется, Маша должна выиграть. Ну, тут можно уже подводить итог, но если даже она случайно не выиграет этот гейм, то все равно результат встречи у нас ни у кого не вызывает сомнений. Ох, как здорово! Ну, что хочет, то и делает. Причем вот на таком мощном фоне она может еще вносить разнообразие. В то время как у Мирзы все-таки какие-то возможности пока ограничены. Вот этот вот закрученный удар слева, резкий, уходящий. Это, конечно, на фоне довольно долгого розыгрыша, 15 ударов было сделано. Это еще один штрих к подтверждению ее высокого класса. И прошла подача, а красиво шла. Красивое, красивое движение было. Не привык сидеть на соревнованиях. Он не ездит на турниры, он приезжает только иногда на турниры у себя в стране, в Америке. Он хочет очень в Москву. Все время мне говорят, когда пригласите? Ну, то ж не знаю, приедет он в этом году, наверное, он один-то не может. Но я думаю, что если бы наша федерация пригласила его, они бы получили массу правильных ответов на многие неясные вопросы. Я имею в виду в теннисном отношении. Ну, а Маша блестяще заканчивает этот матч. Практически с первого момента, даже и програв подачи, мы чувствовали, что... Субтитры создавал DimaTorzok